Возрожденная мечта поколений. Под таким названием на этой неделе открылась выставка, посвященная 25-летию с начала строительства мечети Кулшариф. Это один из самых знаковых, красивых символов республики. Историки и культурологи называют Кулшариф мостом, соединяющим прошлое и будущее. Конечно, мечеть в первую очередь памятник духовности татарского народа и один из шедевров современной мусульманской архитектуры. Но я бы хотел обратить внимание на само название выставки «Возрожденная мечта поколений» и дату, которой она приурочена. Не к юбилею со дня открытия, а к юбилею со дня начала строительства. И это, на мой взгляд, самая существенная и важная деталь, потому что строительство Кулшариф стало по-настоящему народным. Откликнулись и крупные меценаты, и малый бизнес, и сельчане, и горожане, богатые и малоимущие. Люди приносили кольца, цепочки и отдавали даже последние деньги. А ведь вспомните, какой была ситуация в стране в 1995 году. Именно в 1995 году, 15 ноября, первый президент Республики Татарстан Ментимир Шаймеев подписывает знаковый указ о концепции развития и использования ансамбля Казанского Кремля. Именно в этот день и было принято решение о воссоздании мечети Кулшариф, памяти которой жила в сердцах татар на протяжении многих лет. Строительство объединило тысячи людей из разных концов планеты, которые морально и финансово поддержали благое дело. Неудивительно, что Кулшариф считает символом возрождения духовности татарского народа и символом возрождения традиций меценатства.